Этот участок, где я сейчас работаю, имеет одну очень характерную особенность. Я не знаю, передает ли это камера, но здесь очень крутой склон. Как я всегда говорю, где-то градусов 45 не меньше. На нем очень тяжело стоять, на нем очень тяжело работать, на нем очень тяжело снимать видео. Но, тем не менее, я здесь работаю. Но самое главное, что на этом склоне, благодаря тому, что осенью, зимой, весной идет большое количество дождей, с этого склона очень сильно смывается почва, эрозия почвы. Конечно, по-нормальному здесь бы надо ставить подпорные стенки, делать террасы, но это очень большое, очень затратное мероприятие. Требуется очень много денег, требуется очень много усилий. На этот участок технику не загонишь какую-то, для того, чтобы земляными работами заниматься. Ручной труд. Ну, в общем, никому это не нужно, по большому счету. Ну, вот попытка была сделать подпорную стенку из деревянной доски, но из-под нее, вот там посажены туи наверху, а из-под нее буквально вымывается земля. Получается такой уже своеобразный овраг. Ну, что делать? Думал я, думал. Понятно, что строительными работами я здесь заниматься не буду, но у меня есть в распоряжении растения. Растения наши друзья. И вот с помощью растений можно попробовать удержать землю на этом участке. Что требуется? Какое растение? Растение должно быть неприхотливое, ну или, как я всегда говорю, малоуходное. То есть растение, которое посадил, и оно будет расти. Расти там, где вообще ничего не растет. У меня такое растение есть. Пойдемте, я вам его покажу. Вот оно, это растение у меня за спиной. Это декоративный злак. Называется он фолярис. Он растет у меня в Запорожье. Но каждый раз, когда я снимал видео про декоративные травы, я как бы обходил его стороной. Каким-то чутьем чувствуя, что надо оставить на потом. И вот его час пробил. Итак, фолярис. Чем же он так хорош? Ну, давайте немножко по нему поговорим поподробнее. Это декоративная трава. Вот такой длинный стебель, от которого отходят такие длинные листья. Листья где-то полтора, ну, может быть, два сантиметра шириной. Они зеленого цвета, эти листья. И все полностью по всей длине испещрены такими, ну, в данном случае, белыми полосками. Вариагатность, так называемая. Ну, скорее всего, это сорт пикта. Наиболее распространенный сорт вот этого самого фоляриса. Растение вырастает достаточно высоким. При благоприятных условиях где-то метр двадцать может вырасти. А что такое благоприятные условия? Вот характерная особенность фоляриса в том, что ему подойдут фактически любые условия. Он может расти на солнце. Он может расти в полутени. Он может расти в тени. Он может расти, в принципе, на любых почвах. На песчаных, на глинистых. Кислотность почвы вообще ему не имеет особого значения. Ну, в разумных пределах, наверное. Нужен ли полив фолярису? И вот тут очень интересная особенность. В принципе, на влажных почвах фолярис, естественно, растет лучше. Вот эта вариагатность проявляется лучше. Но при этом это совершенно засухоустойчивый злак. В прошлом году я вот это место совершенно никоим образом не поливал. И тем не менее он прекрасно растет. Кстати сказать, фолярис один из первых. Весной начинает отрастать. Ну, где-то здесь он, по-моему, уже где-то в начале марта начали пробиваться первые росточки у него. Фолярис не обязательно выращивать вот на такую высоту. Его совершенно смело можно обрезать. Берете вот такие садовые ножницы и режете. На ту высоту, которая вам нужна. Естественно, в зависимости от того, в каких целях вы используете его. Если вы здесь, например, посадили из него бордюр, хотите невысоким, обрезайте низко. Если же вам нужен какой-то акцент, причем в тени даже, он вот так будет светлым пятном выглядеть. Естественно, оставляйте более высоким. Самое интересное, что фолярис можно даже выращивать в водоемах, на границах водоемов, украшая берега. Ну и вставить контейнеры прямо в водоем. Причем он настолько морозоустойчивый. Там, по-моему, до минус 40 градусов обычно пишут. То есть его можно из водоема на зиму, ну, в условиях Украины, я имею в виду, можно даже не вытаскивать. В общем, уникальнейшее растение. Совершенно неприхотливое. Очень декоративное, на мой взгляд. И не потребует от вас никаких забот и ухода. Ну, разве что, разве что. Ранней весной, вот до того, как он начнет отрастать, как я стал здесь, это начало марта, по-моему, вот ту засохшую листву, я же всегда оставляю декоративные травы на зиму, чтобы вот эта листва и зимой смотрелась. Да, она коричневая, да, она такая рыжая, но, на мой взгляд, это все равно красиво. Это лучше, чем голое место. Так вот, ранней весной, когда он, перед тем, как он начнет отрастать, мы его очень-очень коротко срезаем. Срезаем вот эту пожухлую, уже старую, ну, к концу зимы, она, понятно, уже никакая становится, эта листва. В общем, повторюсь, никаких совершенно забот от вас он не потребует. Но, в моем случае, он имеет еще одно несомненное преимущество. Это его агрессивность. Вы скажете, как же так? Агрессивность, хорошее качество, ну, как и все в этой жизни, каждый плюс имеет свой минус. И наоборот, каждый минус может иметь свой плюс. В том варианте, как я собираюсь использовать его здесь, его агрессивность, его способность быстро разрастаться, захватывать новые территории, мне как нельзя на руку. Я хочу, чтобы этот склон как можно гуще ним зарос, хотя бы так, как здесь он зарос. Он, кстати, сказать, настолько агрессивен, что заглушает все, что растет рядом. Имейте это в виду. Поэтому, если вы будете использовать фолярис, ну, просто для украшения своего сада, имейте в виду, у него, как это принято говорить, длинное корневище, то есть, которое образует вот такую сплошную дернину. Ну, кому-то может напомнить тот самый сорняк пырей. Вот точно так же происходит и здесь. Поэтому этому корневищу нужно ограничение. Но обычно рекомендуют на глубину 20 сантиметров закапывать какие-то ограничители. Металлические листы, там, шиферные листы, пластиковые листы. Но, если у вас почвы легкие на участке, то эти корни могут проникать и глубже, на глубину 30 сантиметров, да и 40 может быть. Имейте это обязательно в виду. Очень хороший вариант использовать фолярис в качестве контейнерной культуры. Вы можете взять большой контейнер, посадить фолярис и украсить любую точку своего сада. Он прекрасно себя чувствует в контейнере. Ну и, наверное, надо сказать пару слов про размножение. Можно, конечно, семенами его пытаться размножать, но, как и многие декоративные травы, фолярис великолепно делится просто частями корневища, частями вот этого растения. Поэтому сейчас я возьму лопату, буду откапывать прямо куски растения и пересаживать в новое место. Конечно, немножко уже поздновато. Уже начало лета, температура уже 25-27 градусов, солнце светит вовсю. Но на то мы и садовники, чтобы помочь нашим растениям. Конечно, первое время будем его поливать, пока он, как говорят, у нас не схватится. Когда он уже приживется, в принципе, он справится и без нас. Ну а теперь, наверное, самая сложная часть процесса. Сделать посадочные места, посадочные ямки, хотя бы ямки. Дело в том, что здесь глина с камнями. Просто так лопату воткнуть крайне сложно. А нам нужно еще, чтобы какое-то углубление было, чтобы в первое время там можно было при поливе собирать воду, чтобы растение приживалось. Но, тем не менее, попытаемся. Рекомендуется с интервалом 50 сантиметров сажать. Ну, здесь как придется. Где выкопаю, там и выкопаю. Камни какие, видите? Ну, для фоляриса это не проблема, такой грунт. Главное, в первое время не забывать его поливать. Даже вот так облажу камнями, чтобы было видно, где мы сажали. Следующее. Ну вот, посадил наконец-то. Не показывал вам всю эту тяжкую работу. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, условно, опять, потому что каждый саженец это группка растений целых. Такой клубок корней. Сажал я их, как видите, старался поперек склона. Самая главная задача, чтобы они прижились. Даже если один приживется из всех пяти, он потихонечку начнет отвоевывать это пространство. Причем довольно быстро. И сейчас самое главное создать ему комфортные условия. Что для этого нужно? Нужно замульчировать. И вот тут декоративные травы имеют еще одно преимущество. И это тоже. При ее обрезке образуется огромное количество такого материала. Прекрасная мульча. Можно в присвольные круги, а можно при посадке новых растений использовать. Ну и все. Теперь осталось только полить и ждать. Опять же, мульча позволяет воде не просто потоком стекать. Она бы сейчас стекла бы вся вниз. А разбивается на капельки и плавно, постепенно впитывается в землю. Вот в данном случае это просто супер. Ну и в заключении позвольте еще пару интересных фактов про фолярис. Вот скоро он начнет цвести. Уже появились первые только зачатки метелочек, соцветий. В принципе считается, что цветет он не очень декоративно. Но тем не менее, флористы используют сухие соцветия фоляриса для приготовления каких-то зимних букетов. Может быть стоит попробовать. Когда он отцветет, образуются семена. Так вот, этими семенами кормят или кормили раньше канареек. Поэтому еще одно название фоляриса – канареечник тростниковый. Не случайно такое название. Ну и последнее, мое личное наблюдение. Фолярис тростниковый очень любят коты. Но они его не едят. Они его используют как способ почистить свои зубы. Поэтому мой вам совет. Если у вас есть домашний кот, кошка, которые не имеют возможности выходить на улицу, возьмите небольшой контейнер, посадите в него фолярис. Поставьте его на подоконник. И ваш кот скажет вам за это спасибо. Ну, на своем языке. Они, повторюсь, с удовольствием чистят об него зубы. Ну вот, собственно, такое это растение, которое, я надеюсь, хоть немножко поможет решить вот эту проблему с эрозией почвы. Ну а у меня на сегодня все. Интересных вам решений, интересных экспериментов. И пусть большинство этих экспериментов будут удачными. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok